Красота Как верно отметила героиня, несравненной Фаиной Раневской, красота – это сила. Она может быть оружием, кто-то им пользуется, кто-то нет, но выглядеть красиво и ухоженно стремится каждая девушка. Когда-то давным-давно наводили марафет и следили за модой не так много людей. Сегодня ситуация изменилась. В наши дни ни один человек не обходится без визита в парикмахерскую или салон красоты. Из-за пандемии многие представительницы прекрасного пола снова вспомнили, каково это сделать все процедуры дома – стрижку, покраску, маникюр. Пострадал и бизнес. Только за первый месяц ограничительных мер потребление услуг россиянами упало на 58%. Именно салоны красоты оказались в числе наиболее пострадавших в отрасли. Их доходы снизились на 85%. Закрывались, значит, очень тяжело, потому что ситуация была необычная для всех, незнакомая, как, сколько, когда мы откроемся. Всего в Чувашии более 2300 предприятий бытового обслуживания. Из них около 650 парикмахерских и салонов красоты. И все они закрылись на полтора месяца. В середине мая на заседании оперативного штаба республики по предупреждению распространения коронавируса решили возобновить работу парикмахерских и салонов красоты. Но только при строгом соблюдении определенных требований. За их выполнением следят специалисты Роспотребнадзора. Требования к парикмахерским салонам красоты и косметическим салонам прописаны в методических рекомендациях Роспотребнадзора, которые соблюдаются нашими предпринимателями. Проверки перед открытием проводить не требовалось. Проверки в настоящее время проводятся только при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью или при причинении вреда жизни или здоровью граждан. Таких проверок у нас не проводилось. Каждый день перед открытием салона в помещении проходит генеральная уборка. Дезинфицируются все поверхности, воздух, инструменты. В течение дня обеззараживание повторяется. Во всех залах у нас имеются бактерицидные лампы, которые могут работать в присутствии клиента. Обработка помещений ведется в принципе регулярно, но интервал особый два часа. Это обработка полов хлоросудержащими веществами, обработка всех поверхностей. Соответственно, мы ведем журналы по обработке и можем предоставить любому желающему увидеть наши условия труда. То есть есть у нас сертифицированные продукты, которыми мы работаем. Они также лежат на ресекшен для каждого клиента. Посетителей принимают строго по записи и в защитных масках. При входе измеряется температура, обрабатываются руки. Если термометр показывает выше 37 градусов, клиента не пускают в помещение. Живых очередей в салонах также нет. Если клиент пришел раньше назначенного времени, его просят подождать на улице. Клиенты у нас обслуживаются с перерывом в 20 минут. Получается, после каждого клиента проходит влажная обработка помещения. У нас работает дезинфицирующая антибактериальная лампа. Но количество посетителей, конечно же, снизилось, потому что мы не можем создавать очередь. Мы работаем исключительно по записи. Клиенты не ожидают нас в зале. Они, конечно же, ожидают свои записи на улице. Это тоже свое неудобство. Да и сами мастера работают в полной экипировке. Маски, перчатки, шапочки, халаты. Это создает неудобства, но ради своих клиентов специалисты готовы потерпеть. Мы работаем уже второй месяц. То есть условия у нас, конечно, изменились в нашей работе. У нас сейчас расстояние. Мы работали сначала три мастера, теперь мы по два мастера работаем в смену. Вот видите, все у нас, камуфляж. То есть, конечно, создается это неудобство смену. Семь часов это жарко. Но мы ради клиентов, ради работы, мы все выдержим. Наталья Платонова в профессии уже 20 лет занимается только мужскими стрижками. В мужских стрижках я люблю четкость. Я педант сама себе по натуре. Я люблю четкие линии, четкие рисунки, четкие стрижки. А все-таки женский зал немножко размыт. Там длинные волосы, там химия. А у нас вот такая работа, специфика нашей работы. Раньше в мужском зале работали три мастера. Теперь параллельно стричь могут только двое. В помещении должна соблюдаться социальная дистанция полтора метра. То же касается и женского зала. Здесь очень вот это все предусмотрено. Измеряют температуру бесконтактно. Обеззараживающие гели. И каждый в масках. И мастера, и клиенты. Мне не страшно. Мы очень рады, что открылись. Очень скучали, ждали. Ну, обросли. Хотелось в порядок себя привести. Я сюда уже лет 10 хожу. Все к одному же мастеру. Лене Зармитиной. Мне она очень нравится. После нее я красавицей ухожу. Ксения Архипова ждала открытия салона несколько месяцев. В этот период, конечно, все было закрыто. И никто не посещал такие заведения. И все сидели дома. Сейчас появилась возможность посетить парикмахерскую. Вот я пришла с удовольствием наконец-то. И сделала то, что я хотела сделать. Я постригла волосы. Сделала себе новую прическу. Семен Павлов тоже постоянный посетитель салона. Уже 5 лет ходит к одному и тому же мастеру. Я, собственно, даже не искать не пытался. Так же ждал, как и все. Оброс, конечно. Ну, куда деваться. У нас с нашим мастером уже взаимопонимание, так сказать. Она знает, как и что. Какое время года, какую стрижку мне нужно делать. Поэтому своему мастеру не изменяют. В этом салоне красоты предусмотрели и изоляцию клиентов старшего возраста. Здесь переориентировали и технологический кабинет. Сейчас в нем принимают клиентов возраста 60+. В отдельном кабинете работает и мастер массажа. Изоляция, она непростое дело, когда привыкаешь как бы находиться все время дома. И не хватает вот этого повседневного комфорта, который был до этого. Очень хотелось вернуться. Очень рада, что салон работает. Очень рада, что мастера работают все в прежнем составе. Я могу получить те самые услуги, которые получала до самоизоляции. Наталья Егорова – врач по профессии. И не хуже специалиста может оценить соблюдение санитарных норм в салоне. Здесь она спокойна за свое здоровье. Детственные салоны красоты посещаем часто. Мы же девушки, мы должны быть красивыми. Во время вот этой вот пандемии, конечно, скучали. Некуда было обратиться. Слава Богу, все открылось. Салоны красоты всегда были местом повышенной ответственности за соблюдение санитарно-гигиенических норм здоровья клиента превыше всего. Нынешние времена лишь напомнили всем, что закон всегда на стороне потребителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА